Доброго времени суток в эфире программа размышления детские и недетские вопросы я ее автор ведущий Дмитрий Брикман сегодня ответы на простые детские и недетские вопросы будет искать Михаил Шуфутинский Михаил Захарович добрый добрый день добрый день доброе утро не знаю когда нас там будут смотреть вопросы настоящие вопросы честные вопросы детские я вам буду задавать а вы так будете потихонечку на них отвечать вы всегда говорите во всех вот своих интервью и всегда вы и так сказать на концертах что то чем вы поете то о чем вы говорите всегда вы говорите любви я услышал несколько таких интервью вы говорите у вас 80 процентов я где-то слышал песен о любви 6 лет мальчик и 34 года мальчик что такое любовь я не понял вопрос 6 лет мальчик да это у меня этих вопросов очень много есть их мальчик 6 лет задавал и мальчик 34 лет задавал настоящий человек мужчине 34 года было спросил что такое любовь как бы ответили что такое любовь конкретизировать трудно потому что любовь бывает разная есть любовь к жизни есть любовь к алкоголю есть любовь в хорошей кухне есть любовь к женщине мужчине папе маме близким я думаю это то чувство без которого нормальный мыслящий человек жить не может представить это себе невозможно то есть это вот хорошо а что это что это за чувство как бы определить давайте возьмем пример там любовь любовь женщине классика любовь к женщине это любовь к существу без которого ты не можешь представить себе свою жизнь который тебе очень нравится очень влечет очень приятно ты любишь ее запах ты любишь ее жесты ты любишь ее красивость и некрасивость ты просто ее любишь вот это есть любовь это есть то самое чувство конкретизирую вопрос 5 лет мальчик я вот нарисовал девочку зачем я ведь мальчик зачем мальчики девочек рисуют мальчики рисуют девочек наверно потому что девочки их изначально большинстве случаев влекут я думаю так ответ хорошо совсем свежий вопрос он буквально появился три дня назад он на я произнесу на иврите потом привезду на русский язык тут игра слов просто есть четыре года мальчик спросил наши козы нашик шельбанут поцелуй это орудие девочек оружие девочек как вы считаете я считаю что поцелуй это не оружие мальчик спросил я ничего я просто просил нет наверное поцелуй это оружие и мальчиков тоже хорошо мальчик четырех лет понял продолжаем наше движение 5 лет девочка а вы хороший человек многие так думают а вы я думаю неплохой это ответ ну это ответ все хорошо 5 лет мальчик у меня есть и игрушки и папа и мама и детский сад и даже костюм напорим а что у тебя есть у меня все есть кроме костюма напорим у меня нет папа и мама но у меня тоже есть игрушки у вас игрушки конечно взрослые игрушки муж такие мужские разные мужские игрушки мужчины любят игрушки какие вы любите у меня есть красивые зажигалки у меня есть хорошие автомобили красивые автомобили модные у меня есть разные часы у меня есть невероятно красивые бутылки мне дали бутылки я коллекционирую разные бутылки но не просто бутылки напитка какого-то бутылки сделаны каким-то образом из грубо говоря из фарфора или какие-то стеклодовые их делают то есть бывают разные бутылки но скажем в виде виноградной лозы виноградных ягод или бутылка по мотивам сказок каких-то русских там медведь с бочкой меда или бутылка петр первый или автомобиль ferrari или бутылка титаник то есть есть разные как скульптуру произведение искусства есть много коз ну достаточно много да есть бутылки которые если она бутылка которая изображает каплю нефти черная это невероятно такая интересная штука это бутылки просто и из подвина или с нет она они просто сами по себе они с напитками а то есть они запечатаны закрытые конечно это сильно продолжает продолжение этой темы всем тоже недавно появившийся вопрос сын спросил у мамы московский мальчик спросил у мамы когда они считали с ним старика хаттабыча а почему волька отказался от дворца 8 лет мальчику надо ли отказываться от дворцов я помню вольку и хаттабыч я не очень помню про дворец ну предложили предположим вот вот вы сейчас говорить у вас есть титул там машину дорожи как предлагают человеку человек вот тебя есть возможно я понял доволька отказалась потому что был настоящим пионером они-то и босс пионером а вы как вы считаете ну вот если он предлагает вот говорят вот просто так я тебе дарю дарится в дворец но садцы со всеми атрибутами вот этой же просто так нет просто белого где бывает бесплатный сыр он нашел вовке тогда вам дают этот дворец игрок ну вы будете уже обязаны жить по правилам этой жизни по правилам этого этикета по кодам этой жизни надо соглашаться или нет ну это очень сложный вопрос зависит от того по каким кодам этикета ты живешь сейчас данном случае у меня есть дворец лучше мне не надо мне даже не один должны да то считаете что отказываться нет я не сказал что не надо отказаться а в каких случаях надо отказаться в таких случаях если за это условия которые тебя поставили взамен ты должен отдать что то или сделать что-то не не хорошее на что в вашем понимании нехорошие это не вопрос есть что мы такое что такое есть вопрос я просто помню я сейчас у найду есть вопрос такой что такое 0 где заканчивается хороший начинается не хорошая после помню возраст 0 ничего плохого не имеет в себя где наканчивается хорошие начинается плохое 0 это абсолютно ничего поэтому хорошему и плохому никакого отношения не имеет я заканчусь хорошее начинается плохое плохое начинается когда ты начинаешь делать больно близким людям и даже не близким людям, когда ты совершаешь поступки недостойные здравомыслящего, современного, умного человека. Плохое начинается тогда, когда ты переступаешь законы этики и морали. — Ну, эти законы этики и морали для, по-моему, папуасов. У папуасов и у нас они разные. — Но у папуасов не было законов этики и морали. — Ну, да, даже возьмем законы этики в Израиле, законы этики в Америке и в России. Это, в общем, как бы разные. — Безусловно. Ну, тогда нужно всех и спросить, что такое плохо и где оно начинается. — Я вас спрашиваю. — Я стараюсь. — Я сказал. — Я сказал. — Хорошо, давайте с другого стороны подойдем к вопросу. Пять лет девочка, а что такое совесть? Ведь вы про это сейчас говорили. — Я не про это говорил. — Хорошо. Что такое совесть? — Я говорил про то, что такое плохо. — А совесть — это какой-то некоторый регулятор или нет? — Регулятор чего? Хорошего или плохого? — Да. Понимание, где хорошо, а где плохо. — Да нет, я не думаю. Я думаю, что совесть — это чувство, которое присуще большинству людей. И это чувство останавливает человека в каких-то определенных случаях от совершения недостойных поступков. Или, наоборот, совершив какие-то неправильные поступки и сделав кому-то больно, включается это чувство, которое потом человека мучит, гложет совесть его за то, что он совершил какие-то поступки. Ну, или, на его взгляд, или, по мнению окружающих, недостойные. — А где это достойно, а где недостойно? Ну, вот мы опять возвращаемся к этому. Что? Убить человека — это недостойно? — Если это твой враг, который заслужил убийство, и у тебя нет другого выхода, то здесь нечего говорить о достоинстве или недостоинстве. — Я считаю, что убивать вообще очень плохо людей. Это очень плохо, это недостойно. Безусловно. — А совесть — это штука, которая появляется у человека автоматически или под влиянием чего-то? — Я думаю, что это часть воспитания. Я думаю, что это часть воспитания. Человек изначально невоспитанный или воспитанный плохо. К нему реже приходит это ощущение совести. Она его мучает меньше. — Семь лет мальчик. Что такое дружба? — Дружба — это влечение одного человека к другому. Это чувство, которое возникает между людьми и становится необходимостью. — Любовь тоже влечение? — Безусловно. Но вы спросили про дружбу. — То есть это одно и то же? — Нет, это не одно и то же. — Почему? — Потому что в любви есть некое сексуальное влечение, а в дружбе — не сексуальное влечение. — То есть дружба — это любовь без сексуального влечения? — Нет, я это не сказал. Я не сказал, что дружба — это любовь. Я сказал, что дружба — это то чувство, которое появляется, и у людей развивается взаимоуважение, взаимоприязнь, взаимотяга. И это все впоследствии развивается в некие другие взаимочувства и ощущения. Взаимовыручка. Масса всяких взаимовещей. Вот что такое дружба. — 11 лет мальчик, лошадь выбирают по зубам, а друга как? По каким характерам вы, Михаил Шифутинский? — Друзей не выбирают. — То есть? — То есть не выбирают. Друзья им становятся или не становятся? — То есть появляется человек, он может стать, может не стать. Вы не вольны выбрать у человека своего друга? — Я волен на что угодно, но я не буду его выбирать. Если этот человек стал мне приятен, стал важным в моей жизни, и я чувствую, что этот человек со мной как бы сделан из одного теста, и что мы понимаем друг друга, и нам хочется понимать друг друга, тогда я понимаю, что, возможно, он может стать моим другом. Но я его не выбираю. Он появляется сам. — 7 лет мальчик. — Папа, а хорошо быть знаменитым? Вы знаменитый. Знаменитый. — Да, да. В разных ситуациях по-разному. Лучше быть любимым. Знаменитых много, любимых гораздо меньше. Я думаю так. — То есть вы предпочтете быть любимым? — Да, очень много знаменитых людей, которые не вылезают с экрана в телевизор и так далее. Они знамениты потрясающе. Но это вовсе не значит, что они любимы. Я бы считал, что лучше быть любимым, чем просто знаменитым. Быть любимым и знаменитым — это уж другое. Но вообще быть знаменитым — это не такая уж большая и приятная такая уж участь. Потому что иногда это просто мешает жить. — А вам мешает? Ваша знаменитость? — Иногда. Иногда, конечно. — Тут у меня такого вопроса детского нет. Но вас никогда не задумывались ли о том, что вас любят, потому что вы знаменитый? — Нет, конечно. Не поэтому. — То есть у вас не было такого опасения к людям? Есть очень много людей, которые меня знают, и это не значит, что они меня любят. Нет, нет, это... 15 лет, мальчик. Что такое кураж? Ну, это класс. Кураж — это кайф. Кураж — это весело. — Повалять дурака. — А вы любите валять дурака? — Конечно. — Я сейчас его валяю. — Вы сейчас дурака валяете? — Это мой секрет, что я не производил этого. — То есть вы сейчас валяете дурака? — Конечно. — Хорошо. То есть кураж — это валяние дурака? — Нет, не только. Я сказал несколько фраз перед этим, правда? — Что это кайф. — Это кайф, это весело. — Это интересно. — Это приятно, это пожуртить, это расслабиться, это пощекотать друг другу или другим людям какие-то, не то чтобы нервы, а какие-то, не знаю даже, вот заблудился. Ну вот кураж — это вот это. — А на сцене кураж — это то же самое. — Ну, все зависит от того, чего от тебя люди ждут, какой зритель у тебя. И не всегда нужно куражиться перед зрителем, потому что это, в общем, не совсем может быть то, чего они хотят от тебя получить. А ведь если ты вышел на сцену, ты обязан, ты обязан сделать то, что они хотят. Другое дело, хочешь ли ты этого или нет. Меня иногда просят петь, а я не хочу. — А что вы делаете? — Не пою. — Вы отказываетесь всегда? — Как всегда. — Нет, когда вы чувствуете, что не хотите? — Нет, я просто всем объясняю, когда меня человек приглашает или компания какая-то куда-то выступать, и они говорят, да что там такого, вы же, ну вы завтра в Минске, а сегодня надо попасть нам в Алма-Ату. Вы утром выступите вечером, утром прилетите в Москву, сядьте в самолет, ну что там Алма-Ата, 5 часов. Ну потом выйдете с полета, что там петь, 45 минут. Ну давайте, я говорю, ну надо, чтобы я захотел эти 45 минут петь. И в этом случае я отказываюсь. Если у меня возникает сомнение, что я захочу, я лучше не поеду. — А на сцене, если вам будут там из зала просить спой то, спой это, вы откажетесь? — Ну, как правило, мы этого не делаем, потому что есть определенные правила. — Я задумываю, если вдруг, если вдруг. — Я могу спеть, я могу. Зависит от того, в каком тоне попросят, и какая атмосфера в зале. Если ты не будешь ломать вот созданного уже какого-то такого настроения зрителя, я могу это спеть. — А вам важно это с настроением? — Конечно. — А почему? — Ну, потому что я их люблю. — Вы любите всех людей? — Нет, я люблю тех, кому я создаю настроение. Тех, кто сидит у меня в зале. Тех, кто пришли на мой концерт. Потратили свои деньги, потратили свое время. Они не просто так пришли, потому что им нечего делать. Они пришли, потому что они пришли ко мне. Это мои люди. И я их человек. И я должен сделать так, чтобы они в этом остались уверены. И чтобы я в этом убедился. Вот так. — Четыре года, мальчик. Кто это такой, в смысле, значимый человек? Кто человек для вас? Можно назвать даже имя, если есть. Вот человек, перед которым вы внутренне, я имею в виду, по человеческим качествам стоите по стойке смертной. Вот таких людей очень много. Таких людей много. Даже, можно говорить, бесконечно. Олег Ефремов. Олег Табаков. Если говорить о музыкантах прошлого, то практически большинство из них, не потому что я знаю, какие они люди, и поэтому как перед человеком я стою перед ним по стойке смертной, но я обожаю Рахманинова. Готов стоять под его музыку по стойке смертной сколько угодно времени. — А перед человеком, если я вас спрошу не про то, что он сделал, про творчество, а по человеческим качествам? — Ну, это зависит от того, насколько хорошо я его знаю. — Ну, есть же какие-то люди, кто-нибудь скажет, вот Академик Сахаров для меня это идеал. — Ну, я же знаю, кто такой Академик Сахаров и что он сделал. Поэтому это очень имеет сильное влияние на мой ответ. А если просто посторонний человек чужой, я... — Тот, кого знаете, тот, кто сделал. Вот я вот это и имею в виду, что вот я вот там привел пример, предположим. Для меня вот Академик Сахаров, например, очень человек, один из людей, которым я бы стал по стойке смертной, внутренне, да и внешне, пожалуй, наверное, тоже. А у вас... — Нужно об Академиках говорить? — Нет, не обязательно. — Так я и начал говорить о композиторах, об актерах. Ну, давайте поговорим еще о ком-то. Ну, много таких людей. — Нельсон Манделла. Ну, можно назвать массу людей, перед которыми встала по стойке смертной. — Хорошо. У нас можно вот остановиться. Пять лет девочка. За что нельзя простить? — Подлость. — Вы не прощаете людям подлости? — Нет, я же не сказал, что я не прощаю. — Вы, за что? Вот вы, Михаил Шуфутинский, Михаил Захарович Шуфутинский. Вы не простите вот человека ни при каких обстоятельствах. Сложный вопрос, потому что, если говорить, допустим, об измене человеческой или измене банальной более, если изменяет тебе женщина, наверное, ты недостаточно хорош. Чего же на нее обижаться? Обижайся на себя. Прощай себя или нет. Если мужчина, твой друг, преданный тебе, надежный, как ты думал человек, совершает по отношению к тебе подлость, то можно даже понять, но желательно не прощать. Со мной другая история. Я встаю все время на одни и те же грабли. И часто бывает так, что человек, который мне сделал плохо и поступил неблаговидно в отношении меня, потом все-таки я его прощаю, если он возвращается и просит этого прощения. В некоторых случаях это длится годами. Происходит, может быть, через десятилетия. Поэтому, наверное, я думаю, нельзя простить убийство ребенка. Пожалуй, это самое страшное. 16 лет мальчик. Кто отвечает на твои вопросы, когда тебе плохо? Я не задаю вопросы, когда мне плохо. Если задаю их только самому себе. Вы уходите в себя, когда вам плохо? Я не ухожу в себя. Я просто задаю вопросы себе. Потому что я не хочу никому показывать, что мне плохо. Три года, девочка. Мама, а что такое честь? Три года. Да, вот. Нет, ну вот. Это вот валять дурака. Ну вот, покуражиться. Нет, им честь имеется в виду. Честь – корень слова «честность». Благочестие. Честь – это когда тебе нечего стесняться. Ты честный человек. Шесть лет мальчик. У меня украли велосипед. А что у тебя украли в жизни? У меня украли мои авторские права. В течение многих-многих лет. Мои деньги. А ничего, просто пиратство украло мои авторские права. Вот что меня украли в жизни. А это повлекло за собой кражу многих других вещей, которые могли принадлежать моим близким, моим детям. Вас это сильно гложет? Не гложет, не гложет, но мне обидно. Шесть лет мальчик. Кто тебе придумал твое лицо? Оно тебе подходит. Я не знаю, кто придумал мое лицо, но оно мне не очень подходит. Подходит в смысле, нравится ли оно мне? Или подходит… Можно на этот вопрос рассматривать двояко. Можно рассматривать, что лицо, как вот то, что вы имеете, так сказать, данное на лице. Можно рассматривать, что как ваш имидж, так и так. Можно и так, и так. Сколько мальчиков? Шесть, шесть. Я не думаю, что он про имидь спрашивал. Ну, хорошо. Ваше лицо вам не очень нравится? Нет. Я очень редко встречал людей, которым нравится их лицо. И я думаю, что эти люди не совсем нормальные. Кто-то может стоять перед зеркалом, смотреть на себя и говорить, какой красавчик. Посмотрите на меня. Я говорю, лучше не бывает. Это больной человек. Восемь лет мальчик. Почему, если мир, который построили взрослые, так ужасен, вы требуете, чтобы мы уважали взрослых? Потому что взрослых надо уважать. Ну, это красиво. Потому что взрослые стараются этот мир сделать лучше. У них просто не всегда получается. Стараются? Конечно, стараются. У всех сил ровно наоборот. Нет, я так не думаю. Я думаю, что люди пытаются сделать этот мир лучше. У них не получается. Многие из них, большинство, не знает, как. Ну, вот. Если дети не уважают взрослых, тогда и детям не удастся улучшить этот мир. А если ребенок не имеет права не уважать взрослого? Ну, вообще-то, по правилам, конечно, не имеет права. А как вы считаете? Я считаю, что ребенок не имеет права не уважать. Потому что уважение – это одно из первых качеств, которые родители нам прививают в цивилизованном обществе. Ну, вот если вы видите человека, вот вы, Михаил Шафутинский, видите, человек-подонок. По вашему мнению, там, тут ноль, там ноль, тут совесть. По вашему мнению, он подонок. Вы его не будете уважать, да? Ноль, и совесть к этому не имеет никакого отношения. Убрали ноль и совесть. Вы, Михаил Шафутинский, решили, что этот человек-подонок. Для вас в вашей системе координат. Я ребенок? Для начала, пока вы, Михаил Шафутинский. Нет, вопрос от ребенка. Чем отличается вы, и чем отличаетесь вы от ребенка? В чем разница? Очень многими я отличаюсь от ребенка. Я уже сделал тот мир, который плох. А он еще только собирается. Если он задает мне такой вопрос, я, может быть, не найду, что ответить, но я считаю, что он должен уважать старшего в любом случае. Потому что ребенок не может быть на 100% уверенным, что этот человек-подонок. Или не подонок. А взрослый может? Взрослый, да. Имеет право? То есть, человек может... Нет, не имеет право и может за разные вещи. Взрослый может не уважать другого человека. Безусловно. Потому что он может предполагать, что этот человек не совсем хорош, чтобы его уважать. Или совершил какие-то неуважительные поступки. Или просто везет себя. Везет себя. Везет себя неуважительно. И получает в ответ то же самое неуважение. Что-то такого. А если он ведет себя неуважительно по отношению к ребенку? Ребенок имеет право. Ребенок же человек. Безусловно. Если он его шпиняет, пинает. Ребенок не то, что неуважительный. И ты принеси сюда, и ты иди отсюда. Вот как-то таким. Он же тоже ребенок? По-разному. По-разному некоторые дети могут воспринимать это как должное. И считать, что их роль в жизни вот такая. И ты иди принеси. Отнеси. Так бывает. Так бывает. Это зависит от того, кто детей этих воспитывает. И как. Если он вырос, родился и вырос для того, чтобы жить в подчинении и в унижении. Если он был выброшен за пределы человеческой жизни куда-то на обочину. То бывает, что он не знает ничего лучшего, кроме как такое обращение. И при этом он, боясь своего мучителя. Все-таки подсознательно его как бы не уважает, но считается что ли с ним. Вынужден. Обязан. Это я не могу назвать уважением. Но это мы уже отклонились от темы. Семь лет девочка. Возвращаемся к теме. Ты боишься ошибиться? Вы боитесь ошибиться, Михаил Захарович? Ну, зависит во многом от того, насколько эта ошибка будет тяжела. Если от этого пострадает значительное количество людей. Даже один человек незаслуженно пострадает. Я, конечно, боюсь совершить такую ошибку. Очень боюсь. Кому дано знать? Ну, нет. Если я... Мы говорим о ошибке в моей работе, например. В создании какого-то творческого продукта. Если я ошибусь, ничего страшного не произойдет. Это просто стукнет меня по голове. Я должен буду эту ошибку исправлять. Но если мне скажут, слушай, ты должен сделать ему сейчас укол, чтобы ему стало легче. А я сделаю ошибку. Я сделаю этот укол, не будучи уверенным, что это за медицинское средство. И это не облегчит, а ухудшит состояние человека. То эта ошибка непростительная. А ошибка в отношениях с людьми? Вы не боитесь? Ошибиться в человеке? Ошибиться в человеке, а поступить по нему неправильно по отношению к какому-то человеку? Я боюсь, но это, безусловно, происходит. Происходит. И я потом пытаюсь исправить свою ошибку. Чаще всего мне это удается. Вопрос по специальности. Девять лет мальчик. Что мы любим? Сначала слова или сразу всю песню? Все по-разному. Все зависит от того, это слова или стихи. Потому что стихи можно запоминать и повторять. А слова – это просто слова. Это первое. Второе. Важно, что эти слова означают. Третье. Я, например, могу еще понять отдельно музыку. Я могу понять отдельно стихи. Но люблю я только вместе музыку и стихи. Когда они превращаются в одно целое и являют собой предмет моего восхищения. Я люблю вместе. Поэтому, что первично, я не знаю. Нет, ну это был вопрос. Либо сразу, либо целиком. А дозволю мне будет спросить, а какая ваша любимая песня? Такой банальный, может быть, вопрос. Песня? Их мозговый. Какой ваш любимый палец? У меня? Ну да, тут много вариантов. Смотря для чего. Какой вы не хотите отдать? Какой меньше всего согласны отдать, чтобы вы отрубили? Никакой. Ну, это песня, которая оказала на вас очень большое влияние. Да, безусловно. Их было много в моей жизни. Но если говорить о детстве, то я очень хорошо помню, как папа, будучи студентом, и мама моя, они были студентами Московского медицинского института, приходили домой с их друзьями, студентами. Меня укладывали мальчишкой маленьким спать. Они, играя на гитарах и аккордеонах, пели «Таганка» или «Проклядство» и «Колыма». Я просто запомнил это. Не могу сказать, что это в моей жизни сыграло огромную роль. Но я помнил эти песни. Они тогда были модными, что ли. Они были запрещенными при советской власти. Я однажды услышал в исполнении Валентина Никулина. Был такой актер. Ну, есть. Потрясающий. Ну, если радость на всех одна, на всех и беда. Я услышал не эту песню, я услышал песню, которую он спел. Это была песня «Высоцкая», была какая-то «Сорокопятка». Это было в то время, когда я песни не очень любил. А было такое время? Конечно, я же музыкант, я играл в джаз. Я занимался музыкой, я любил хоровую музыку, симфоническую. Я играл, аккомпанировал певцам, но я не пел. И песни не очень-то жаловал. Так вот, он спел песню «Высоцкую», я не могу вспомнить, как она называется. Тогда были потрясающие слова «Обнаженные нервы земли». Да. Я не помню название сейчас. Это было очень давно. Но сейчас это первое, что пришло мне в гору. Военные песни. Услышав его голос, его такой потрясающий баритональный бас, и то, как он спел эту песню, я понял, что, кажется, песенное творчество тоже серьезное искусство. То есть на вас повлияло? Вот неизгладимое впечатление это на меня произвело тогда, неизгладимое совершенно. Была масса других песен, которых я слышал и в операх, и в классической музыке, и в опереттах, но они никогда не производили на меня такого впечатления. То ли потому, что они были спеты оперными голосами, то ли потому, что они были спеты на других языках. Но вот эта песня одна из немногих, которые на меня произвели потрясающие впечатления. По каким критериям, ну это опять скачу, про песню заговорили, по каким критериям вы отбираете свой репертуар? Какая песня может стать вашей, а какая вашей стать не может? Первое, я всегда точно знаю, что с этой задачей я не справлюсь. То есть? А кто, а кто? Песня, которая мне предоставлена, которую мне предложили, я чувствую, что первое, я не могу, не смогу это спеть так, как надо это спеть, потому что у меня нет таких вокальных данных для этой песни. Технические вопросы отложились. Я не смогу ее спеть, потому что у нее дурацкий текст, и не захочу ее спеть, потому что у нее идиотская музыка. И бывают случаи, когда и текст дурацкий, и музыка и идиотская, но можно и то, и другое поправить. Но если это неисправимая ерунда, я эту песню не смогу исполнить. Пять лет мальчик. А вы видели страшное, страшное, как сказал мальчик? Конечно, я видел страшное. Что это было? Это много было, достаточно вещей в жизни, но некоторые из них настолько личные, что я не буду о них говорить во всеуслышание. Я видел страшные драки. Я видел, как входит нож в мягкое тело человека, беззащитное практически. Я видел страшные аварии, гибель людей. Мы не говорим сейчас о кино, да? Мы говорим о том, что в жизни человеке. То, что в жизни. Кино, Голливуд в сторону. Ну да, да. Я видел падение, ломающиеся руки, ноги. Я видел совершенно много разных страшных вещей. И я видел первую в моей жизни собаку, овчарку, которая была у нас, когда мне было совсем мало, лет пять, наверное. Это был Джек, которого я очень любил. Я видел, когда это был период бешенства в Подмосковье. Собачье бешенство, глупое понятие, непонятное. Собак отстреливали просто. Непонятно, по какой причине их стреляли. Мы приехали из Москвы к себе в Салтыковку. Мы жили там на даче в Салтыковке. Я видел, как Джека бросили в кузов, где лежали другие собаки, мертвые. Так я потерял своего первого друга. Это страшная вещь. Страшная вещь – потерять своего друга. Тоже недавно появился вопрос. Шесть лет мальчик. Я вот купил тебе подарок. А что ты мне подаришь? Представь себе, Михаил, что вы можете, вы, Господь Бог, у вас есть все, что, вы можете сделать все. Перед вами сидит ребенок, мужчина, человек. И вы можете подарить какую-то вещь. Это может быть чувство, это может быть умение, это может быть какая-то материальная история. У вас нет ограничений. Вы можете сделать то, что хотите. Что бы вы подарили? Первое, что я сделал, я спрошу, что бы он хотел. Нет, по вашему мнению. Но спроси. Давайте усажним условия игры. А спрашивать нельзя? Спрашивать нельзя. Я думаю, что я подарил бы ему любовь, потому что любовь… Любовь ко всем? Что значит любовь? Любовь – это красивое слово. Он сам решит. Я подарил бы ему способность любить. Есть некоторые люди, которые не способны. С этого мы начали. Они способны любить только себя, не любить никого другого. Такие тоже есть. Я подарил бы ему способность любить не только себя. Себя обязательно надо любить. Обязательно. Ну, хотя бы уважать. Есть такой вопрос, но раз вы уже ответили, я даже задавать его не буду. Вот, наверное, так. То есть вы бы подарили человеку способность любить? Да. Ответ. 13 лет мальчик. Зачем люди носят маски? Ну, если они на карнавале? Нет. Ну, вот я имею в виду. Я больше скажу. Я, как правило, детей не говорю, кто это. Вот этот вопрос задал я. Мне было 13 лет. Я спросил своего папы. Имеется в виду маски вот человеческие. То есть личина. Ну, вот личина. Вот вы вот как вот вы сам сказали, что вот вы сейчас вот там дурака. Ну, чтобы спрятаться. Или от посторонних. А вы прячьтесь? Или от самого себя. Да, конечно. А вы легко снимаете эти маски? Не так легко. Есть некоторые, которые так ко мне прилепли, что я даже верю, что я есть такой. Ничего, ответ, да? Ничего. Честно. Казал. Я вам, честно говоря, очень благодарен. Вы как-то так очень честно. Да я не умею по-другому просто. Правильно, я вам очень благодарен за это. А вот с собой ответить на такой вопрос, извините, такой вопрос. 12 лет мальчик. Кто целуется лучше всех? Можно не отвечать. Собака. Хозяин облизывает языком. Так искренне. Правда? Вот с такой любовью, с такой преданностью. Это самый светлый пиццовый. А у вас есть собака? У меня две собаки есть сейчас. Ну, правда, я с ними не целуюсь. Они сторожевые, служебные. Они у нас такие бойцы собаки. Ну, вообще, вот собака. Вот у меня когда-то был боксер. Еще давно, в Лос-Анджелесе. И она просто вот... Начинаешь ее так гладить там. Потрепать ее за холку по ушам там. Погладить. И она раз так руками на тебя, как боксер. Подскакивает на задние лапы. Вот здесь вот держит свои. И начинает тебя вылизывать прямо. Ну, вот даже начинаешь прятаться. Она в счастье полном. Да. Самый преданный поцелуй. Самый лучший поцелуй. Ответ. Какая разница, 14 лет мальчик, какая разница между временным и вечным? Нет ничего более вечного, чем что-либо временное? Ну, это красивая игра слов. А в чем разница? Что-то есть разница, что человек делает, и это остается. Или человек делает, и это не остается. Ну, скажем так, с учетом безразмерности пространства и безразмерности всего остального, кроме нашей жизни, нет ничего. И разницы никакой. Потому что все-таки ничего не остается. Вот у меня сейчас, я не нахожу этого вопроса. Просто мальчика имя не помню. Вопрос я помню. Возраст не помню мальчика. Что такое Бог? Бог? Бог. Бог или Бог? Нет, Бог. А Бог? Не Бог. Ну да, да, да. Бог понятно. Да. Это справа или слева? Я не знаю. Я не знаю, что такое Бог. Шесть лет мальчика. Ты любишь молчать? Я люблю молчать. Очень молчаливый человек? Более того, я люблю вообще быть один. В огромном доме и молчать. Не всегда мне этого хочется, но часто. И мне удается. После рекламы шестилетний мальчик спросил, и где это неземное удовольствие? Что за вопрос-то я не понял. Ну, по рекламе, помните, было такое баунти, неземное удовольствие. Он говорит, ну, посмотри, мальчик, рекламу, увиделся. Где находится, что для вас является таким удовольствием? Неземным. Необитаемый остров на Мальдивах. А вы хотите... Слушайте, у меня такие вопросы, которые я даже не думал, что смогу вам задать, поэтому и не стал. У меня есть тоже вопрос. А вы хотели бы жить на необитаемом острове? Нет. Почему жить? Оказаться там, побыть там? Побыть это сколько? Не знаю. Сколько вам времени? Десять дней. Все зависит от того, где я живу все остальное время и насколько это пространство обитаемо. Если я живу среди людей, и у меня есть какие-то обязательства по отношению к ним, а и мои какие-то ожидания в ответ от этих людей, то я не смогу без них долго находиться. Поэтому необитаемый остров может быть для меня ровно столько важен и полезен, сколько мне нужно для того, чтобы соскучиться по этим людям и по моей повседневной жизни. Оказаться и жить на необитаемом острове навсегда я бы, конечно, не смог, я думаю. Только в случае, если мне бы, если бы это было продиктовано какой-то необходимостью. А в вашей жизни был такой момент, когда вы оказывались на что-то типа необитаемого острова? То есть не один в доме, когда вы захотел, закрыли дверь и собаки охраняют. Остров, где не обитают люди посторонние? Остров, пустыня, лес, я не знаю, что вы один. Наедине с самим собой. Вообще один? Да, наедине с самим собой. На острове нет? Не на острове. Наедине с самим собой? Нет, не дома. Имеется в виду где-то в природе, там, где вы не защищены вашими социальными... Я понимаю, не помню, наверное, нет. Я на себя помню. Но ведь можно быть наедине с самим собой, даже в окружении всего твоего социального... В окружении вы в маске, которую вы снять не можете. Почему? Я могу, я иногда снимаю, я же не говорю, что я не могу снять маску. Я говорю, что я их храню, некоторые маски, они становятся частью меня. Я начинаю сам верить в то, что моя маска – это я и есть. Вот одиночество в пустыне, оно снимает эти маски. Возможно. Возможно. Я могу пойти дальше. Все, что я сегодня рассказываю вам, это и есть моя маска. Ну, поначалу, точно, я так чувствовал. Сейчас, нет, наверное, уже. Или тоже сейчас маска. Я пошутил. Я покуражился. Знаете, я должен рассказать вам, просто байка такая была. Как-то мы пытались делать эти детские, недетские вопросы у Стены Плача. Я спросил одного такого религиозного парня, говорю, можно ли врать, нужно ли врать. Врала ли ты когда-нибудь мама? Такой вопрос есть. Он говорит, нельзя врать. Я говорю, а ты никогда не врал? Он говорит, никогда не врал. Потом подумал, говорит, а вот сейчас соврал. Михаил Лохарович, последний вопрос, традиционный нашей передачи. 8 лет мальчик. Зачем мы живем и почему умираем? Ну, на вторую половину вопроса ответить легко. Мы умираем, потому что наша оболочка, нашей души, наше тело, оно приходит в негодность, оно не вечно, оно имеет, время, отведенное ему, имеет границы. А для чего мы живем, да? Да. В первую половину, или почему мы живем? Зачем мы живем? Зачем мы живем? Можете ответить вопросом, зачем вы живете, если легче так? Или для себя? Это одно и то же. Это одно и то же. Я не знаю, приходит на ум много всяких ответов, даже какие-то такие уже запомнившиеся привычные вещи. Кто-то говорит, первый шаг младенца, это и есть первый шаг к его смерти. Но сказать, что мы живем для того, чтобы умереть, я не могу, потому что мы не знаем, что там, за тем пределом, когда мы умираем. Умирает ли душа? Думаю, что да. Думаю, что там ничего нет. Я видел разлагающиеся тела. Это одно из того страшного, о чем мы говорили. И думаю, что ничего нет. Думаю, что и Бога там нет. Есть что-то другое. Потому что то, о чем мы представляем себе. Если люди молятся Богу, они молятся чему-то тому, что они себе представляют. Чаще всего это какой-то мудрый, пожилой, умнейший, благороднейший, добрейший человек. В моем представлении, когда говорили, побойся Бога, я думал так, это самый справедливый человек, который сразу увидит, что я или обманул, или совершил неблаговидный поступок. Его надо бояться, чтобы он не наказал меня за это. Но боюсь, что это совсем иначе выглядит. И мы со своим маленьким мирком нашим, крошечным, на нашей планете, мы не можем себе это представить. И даже думать об этом бесполезно. Поэтому сказать, зачем мы живем, если что-то есть дальше, значит, мы живем за тем, чтобы умереть. Зачем, давайте упрощаем вопрос, зачем вы живете, вы Михаил Шуфутинский? Вы предлагаете мне не жить больше? Нет, я бы не предлагал, спасибо Богу, наоборот. Ну, изначально человек живет за тем, что он должен жить, его родили, он слишком маленький, чтобы понимать, что из этой жизни можно взять и уйти. Он не знает этого. А потом, впоследствии, он начинает видеть вокруг себя много удовольствий и радостей в жизни, чисто физических, скажем так. Даже моральные, умственные всякие такие вещи, они все равно плотские. Они удовлетворяют твою плоть, даже мозг твой. Поэтому человек не может так просто взять и отказаться от жизни. Когда перестает эта жизнь иметь смысл для него, это уже другой случай. И то, не каждый решится из нее уйти. Поэтому с годами все труднее понять, зачем мы живем. А родившись, человек не может понять, зачем мы живем, потому что еще нечего понимать, понималка не выросла. Ну, вот, поэтому ответа на этот вопрос у меня нет. Михаил Захарович, большое вам спасибо. Пожалуйста. Уважаемые интернет-зрители, к сожалению, наша программа «Детский-недетский вопрос» подошла к концу. Сегодня ответы на простые детские-недетские вопросы искал человек по имени Михаил Шуфотинский. Михаил Захарович, большое вам спасибо. Спасибо, Блаймин. Всего доброго. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok